Всем привет! Мы наконец-то добрались до нашего любимого сериала Space Engineers, к этой классной песочнице, к этому выживачу. Ребята, нас долго не было, поэтому меньше текста, больше дела. Мы сегодня в этом видео будем врываться в стройку нового межпланетарного корабля. Мы отложили немножко ракету Маска и полет на Марс, но мы хотим на Луну, мы хотим избавиться от гравитации, мы хотим заняться стройкой на Луне, с минимальной гравитацией, с другим рельефом, показать что-то новое, самим посмотреть на что-то новое. Долго ждали? Итак, это наш новый звездный корабль, называться будет Феникс. Это в данный момент ангар, здесь будут расположены переработчики минимальные и минимальные очистители, максимум два. Этот корабль будет способен зарождать жизнь на новых планетах. Вот здесь, если вы видите, у нас уже большой контейнер, буквально будет один большой контейнер, будет один прыжковый двигатель, варп-двигатель и один реактор. Но мне кажется, ангар нужно будет немножко расширить. Так, это коридор, который приводит нас к первому помещению, здесь мы сделаем, наверное, каюты для меня и моего напарника. Здесь у нас будет комната отдыха, наверное, даже вот это мы срежем, здесь будет немножко больше пространства. Да, здесь делаем комната отдыха, какой-то бар, телек поставить. Что это за выживач, если здесь нельзя построить свой бар? Здесь у нас будет, наверное, пару генераторов кислорода-водорода, а это, собственно, наш мостик, наша кабина. Я предполагаю, что он будет немножко толще, наверное, на клеточку нарастим, и, собственно, здесь будет несколько цепочек конвейеров, чтобы, если он вдруг получит повреждения, а он будет способен дать отпор, у него будет много турелей, чтобы, если нам перебили, скажем, вот здесь, вот где прицел, конвейер, тот, который снизу был жив, турели получали боеприпас, водород передавался, все работало. Он минимален по бакам, я думаю, два бака будет достаточно, он будет только водородным, это универсальный корабль, который сможет взлететь и сесть в любой атмосфере, с любой гравитацией. Над вот этими вот крыльями, как бы подставками для водородных баков мы еще работаем, но концепт получится примерно вот где-то вот так вот выглядящий. Ребят, обращу ваше внимание, что если это ваш первый корабль, серьезно, если это первый корабль, у вас уйдет примерно неделя на постройку такого большого корабля, чтобы работали все турели, системы, все объединить в группы, и все выглядело, ну, хоть как-то сносно. Мы, конечно, не будем разбивать это видео на 7 серий на всю неделю, мы сейчас немножко за кадром его достроим. Итак, мы достроили пару блоков, мы буквально обварили все пластины, примерно разместили турели, вот как-то вот выглядит его мостик вот так, но, по-моему, его нужно делать шире, как-то он слишком как продолжение коридора выглядит. Здесь пару курсовых турелей, курсовых ракетниц, и, как я говорил, он водородный, только водородный, будет универсальным кораблем. Вот тут вот мы сделали такие топливные блоки, это как бы, не знаю, топливные гондолы, наверное. Они позволили мне красиво, скрытно реализовать РСУ, смогут двигаться во всех направлениях, и двигаться эффективно, поскольку здесь водород, он будет очень шустрый. Палитра корабля, скорее всего, останется примерно вот такой, потому что надо было как-то скрыть его силуэт, как-то сломать этот силуэт, чтобы он не выглядел коробкой, чтобы он выглядел интересно, какой-то уникальный, чтобы дизайн был. Крылья, скорее всего, такие и будут. Единственное, я хотел бы вот здесь, вот в этих блоках, построить отстреливающиеся обманки для ракет и турелей врага. Сзади вот такие два огромные котла, это наши такие маршевые двигатели. Здесь у нас ангар, как я и говорил, для Цербера, для нашего космического буровичка. Это у нас прыжковый двигатель, один реактор и еще вот два маленьких реактора, так, чтобы дополнять картину. Актуальное время, погода и показатели корабля и окружения. Давайте пройдем через автоматические двери. Здесь у нас еще не автоматические двери, здесь будет каюта номер один. Первая каюта, кровать, туалет, что у нас здесь? И душ, что-то из них душ, что-то из них туалет, а это точно кровать. Вот как выглядит в Space Engineers инженер, который реально запарился строить. Кстати, с, по-моему, чертовски классным видом из окна. Красиво, самому уж нравится. Это, кстати, каюта была напарника. Моя еще, конечно же, не доделана. Я обязательно к ней вернусь. Как я и обещал, у нас будет комната отдыха. Но, по-моему, ее еще надо расширять. Что-то как-то здесь тесновато. Где же мы поставим мини-бар, к примеру, видите? Окно стоит. Окно сюда заходит одной клеткой. Мне надо будет снаружи построить какие-то блоки, чтобы эта клетка занималась снаружи корабля. Здесь я мог размещать блоки. Поднимаемся, вот конвейерная линия. Как я и говорил, их будет несколько. Это у нас чисто генераторная. Кислорода, водорода. Вот тут оно и вырабатывается. И святая святых. Мостик. Мостик реализован так, чтобы обзор был классным, даже когда сидишь в кресле. Чтобы все равно было видно, что спереди, что сбоку, что снизу. В принципе, он, скорее всего, и останется в таком исходном виде. Оружейная комната, кровать. И, как видите, я все скрыл в пол. Не видно, где проходит конвейер. Это, конечно, может не всегда так быть, поскольку придется корабль еще наращивать. Мне вот не очень нравится мостик. И комнату отдыха надо расширить. Может быть, мы добавим двигатели или турели. Ну, хотя бы уже есть автоматические двери. И даже ангар. Турелей, наверное, достаточно. Единственное, что ничего не ловит урон впереди. Мы его, наверное, потом когда-то зашьем тяжелой броней спереди. Но сверху я бы тоже построил какую-то обманку в тяжелой броне. Чтобы вот весь враг, который будет стрелять, выцеливать наш Феникс, чтобы он стрелял немножко выше корабля. Чтобы в кабину не попадало. А если в этот момент я еще и буду двигаться вниз, ну, просто шикарно. Все ракеты, все пули будут проходить над нами. Мы еще думаем, Феникс его назвать или Титан. Пишите в комментариях. Нам будет очень интересно ваше мнение. Но опять же, мы не будем сейчас снимать его с этих вот подставок верфи. Мы боялись, что он упадет. Если мы случайно этот кубик отпилим. Да и для стабильности еще двигатели не проверили. Еще их даже не доварили все. Сейчас мы быстренько наведем марафет. Хоть как-то приведем его в порядок, чтобы он хотя бы мог двигаться, ребята. Но именно этот корабль будет нашим пропуском на Луну. На нашу лунную базу, ребята. Через секунду будем. Вот наши два красавца. Ромал и Рэм, которые помогли нам найти Уран. Но это видео не про них, ребята. Это видео про нашего красавца. Про наш новый звездный корабль, ребята. Корабль, который доставит нас на Луну. Как видите, он уже не на штапелях или стапелях верфи. Он уже самостоятельно передвигается. Водороднички показывают себя великолепно. И даже есть у нас уже здесь шасси. Мы немножко перестроили кабину. Как я и говорил, мы построили ловушку над кабиной. И вот на крыле, видите, вот построили ловушки. Именно они, на них именно будут отвлекаться все турели врага. Как ракетные, так и пулеметные. Приземляемся, потому что с топливом у нас еще все не очень хорошо. Мы построили прожекторы. Как раз эти прожекторы помогают контролировать расстояние до земли. И помогают нам парковать наш Феникс. Так, выключаем движки. И смотрим, собственно, на изменения. Кабина почти без изменений. Наш мостик как бы таким и остался. Генераторная. Ну и вот тут буквально кухонька, диванчики, мини-бар, столик. Обеденный стол. Ну так, для уюта сделали. Решеточками закрыли все конвейеры, чтобы было уютненько. Появились уже таблички. Ну, чтобы как у белых людей было. Это помещение без изменений. Наш ангар. Красотища-то какая. Собственно, вот так, ребята, и будет выглядеть наш первый звездный тяжелый корабль. И он реально тяжелый. Кстати, кому-то, может, будет интересно. Я совершенно забыл показать его реальный вес. Сейчас мы отдельно слетаем на мостик. Я вам покажу, сколько он весит без загрузки. У него сейчас пустой большой контейнер. Миллион триста, ребят. Миллион триста. Как видите, в углу экрана энергия у нас валом. Так что, миллион триста, он фантастически поворотливый. Я думаю, следующие наши корабли будут весить с лихвой за 5-6 тысяч килограмм. Миллионов килограмм. Посмотрите. Мы немножко затюнили ему мостик. Вот у нас все-таки четыре курсовые ракетницы. Потому что у него очень слабый огонь по передней полусфере. Вот он вперед может стрелять буквально парой турелей. А большинство турелей будут неактивны, поскольку у них линия огня будет перекрыта. Плюс для лобовой атаки как раз четыре, наверное, ракетницы будет достаточно. Но, опять же, сделаю так, чтобы две можно было выключить. Потому что если надо будет именно выцелить какой-то модуль, какую-то турель у врага, лучше, наверное, работать двумя точными ракетницами. Даже если я буду смотреть через камеру, чем четырьмя. Вы представляете, вот на таком вот расстоянии какой будет разброс у этих ракетниц. Они же не в одну точку летят, они же прямо летят. А враг сдалека кажется маленьким. Поэтому лучше, наверное, выцеливать двумя. В следующей серии мы доберемся до Луны. И начнем строительство нашей лунной базы, ребята. А доберемся туда на нашем первом большом корабле. Я надеюсь, новая серия по Space Engineers вам понравилась. Если вам интересны эти серии, подписывайтесь на канал, нажимайте большой палец и трубим во все колокола, чтобы мы видели, что вам серии нравятся. Всем пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok